Добрый день! Всем приветствую в студии Укрлайф ТВ. Я Андрей Метлёв и это программа Арс Пропозиция. Такую программу я давно придумал, как-то редко мы ее делаем, потому что мало получается читая книжек. Сотрудники Укрлайф ТВ читают серьезные книги, это этика спиноза. Я тоже себе не то чтобы приобрел, а решил как-то перечитать спинозу или прочитать впервые. Но, недавно в метро я ехал читал такую книжечку, метро Ковчинского, пост-травматичная рапсодия, вместо этих спинозы. Это замечательная пьеса, которую мне подарил Дмитрий. Он частый или не частый, но такой важный гость Укрлайф ТВ. Всегда много каких-то вопросов, пишут комментарии ему. Вот эту книжку я прочитал в метро и вдруг ко мне подходит человек и говорит, простите, а что у вас в руках за книга? Я говорю, вот такая книга я читаю, редкая книга, может в продаже ее и нет. Вот я показываю всем, в продаже пока нет. А я режиссер, который хочет поставить эту пьесу. И мы познакомились. Это Олег Жумай, я вам представляю нашего гостя. Олег Жумай, режиссер такой вот, самоназвавшийся, блогер очень известный, человек своей позиции. Поэтому арс про позиции, знаете, Олег, это не только про искусство, это еще и про позицию людей, которые у нас здесь в студии находятся. Еще раз приветствую вас. Да, очень приятно. Передаю вам, во-первых, эту книжечку, потому что все-таки мы о ней будем говорить. И мне интересно вначале, вот в самом деле, о вашем впечатлении от прочтения этой пьесы. Вот что она для вас и почему вы решили ставить эту пьесу вообще? Да, кстати, этих книжечек всего 200 экземпляров, они не продаются, то есть это достаточно... Так что положите обратно, будет у меня. Да, да, да. 200 экземпляров. Вот. Ну, рад поучаствовать в вашем культурном клубе. И, конечно, у нас положение такое в культуре и искусстве Украины, которое требует большой поддержки. Требует вмешательства настоящих патриотов. Да, наступательного вмешательства. Наши фильмы поддерживаются Министерством культуры частично. То есть, когда хороший сценарий, хороший фильм, 50 процентов оплачивается Министерством культуры, остальные режиссер должен, ну, продюсер найти сам. Искать, да. Да. Ну, а с пьесами тут еще как бы сложнее, да? С пьесами вообще. То есть, полная тишина. Вот куда вы обращались с этим вашим желанием, намерением поставить пьесу? То есть, это же, наверное, есть какие-то площадки или вы там, может, студенческий театр? Да. В общем-то, я по призванию блогер и занимаюсь, иногда подрабатываю актерством. Ну, и, в общем-то, я посчитал, что по силам, в принципе, заняться постановкой этой пьесы с командой единомышленников. Вот. Ну, первый, самый простой путь – это пойти в театр Карпенко-Карова. Пойти, предложить эту… То есть, учебная студия, где студенты ставят. Да, на бюджетном полностью базе. Курсовые дипломы там есть, конечно. Реквизит, все, сцена, это все оплачивается государством. Вот, ну… То есть, эти предложения вы пришли буквально там, ну, к ректору или декану, да? Да, с ректором, с деканом. Ректор там сейчас взял, как обычно… Сразу взял в отпуск. Да. Да. Секретарь сказал, что ректор в отпуске, понятно. Ну, книжку он взял. Сказал, я буду заниматься после в отпуска. Ну, декан мне просветил, что, значит, должен ученый совет собираться. Не так просто. Да, ну, говорю даже если… Учитель виртуар. Современного автора, его пьесу «Пост травматичная рапсодия». То есть, и когда? Даже если они прозреют, и все, они завтра ее утвердят в план, то она будет поставлена только в следующем году. У них есть план, расписание и так далее. Значит, ну, я вот считаю, что… Я бы хотел пару слов сказать об авторе. Ну, об авторе, о книжке. Лучше разу. Я не являюсь адептом именно братства, да? Но я являюсь большим симпатиком Дмитрия Корчинского, и был неоднократно в его, так сказать, офисе, в помещении, где он пытается сделать очаг культуры, как бы, да? Это помещение около театра, ну, напоминает ваше, театр оперы и балета. Еще один очаг? Дмитрий тоже так свой. Не, он начинает лекции культурологические. Сейчас он выкладывает после поездки в Италию замечательные там посты. Да, я был на этих лекциях. Он проводит сейчас, пытается часто проводить концерты музыкантов. Компаниченко. Вот на Компаниченко было 100 человек, то есть полный зал. Ну, отлично, да. Хотя, в принципе, это камерное помещение, но больше ста туда и не… Вы клоните к тому, что придется ставить пьесу там, а не в Карпенко-Карова, в их замечательном учебном театре. Да, я бы пошел дальше, я бы сагитировал бы Дмитрия на то, чтобы сделать театральную студию. Вот, это мой мой. Наряду с тем, что было бы неплохо и интернет-студию создать, и телестудию. Ну, интернет-студию имеется в виду, которая бы занималась… Ну, как у нас. Нет-нет-нет, интернет-блоги. Это интернет-портал, да. И, в общем-то, знаете, что… Я так подозреваю, что у Дмитрия есть достаточно возможности привлечь финансовый ресурс, и не только финансовый, а медийный ресурс для раскрутки… Так, Олег, это уже как бы Дмитрий сам нам расскажет. Давайте мы все-таки о пьесе. Чем она вас все-таки вдохновила, зацепила, перепахала? Вот что, в первую очередь, для вас было, может быть, интересно по прочтению текста такого? Ну, насколько я знаю, это его первая пьеса, единственная, так? И, в принципе, я считаю, что эту пьесу надо было еще лет 20 назад написать, еще до первой войны. Да ладно, потому что я еще не воеваю, я же ее тоже читал. Вы что, там все-таки о войне, и о войне, связанной с действиями у украинцев в АТО. То есть, тема-то серьезная, и один из главных персонажей, насколько я могу судить, он участник АТО, его ранят, у него такая форма, контузия, как в конце оказывается, книги. И тут начинается интересная вещь, вот то ли это происходит с ним на самом деле, это, как такое допущение фантастическое, квази-историческое, фантастическое, такая сторона, то ли же это происходит в его воображении, ну, старый там, даосский спор насчет того, кто кому приснился, бабочка Лао-Зы, или наоборот, ну, это еще, может, Дмитрий что-то уточнит. И он, как бы, прокручивает в своем воображении какое-то путешествие, вот он идет там по Украине и попадает в разные исторические эпохи, да? Причем, встречая людей, и уже они путешествуют вместе, которые тоже воины, но которые воевали, там, ну, скажем, за Украину, там, на 100, на 200 лет раньше, вот как-то так, я понял, да? А в конце? Вы еще больше рекламируете эту книжку, все, ну, я пересказываю то, что я понял, да, поэтому, вот, это же трудно поставить, вообще-то, ну, как вы себе представляете? Нет, это очень удачный сценарный вход, вот именно вот это вот, его, как бы, такой транс, да, он впадает в контузию, в транс, и вся история Украины, скажем, военно-патриотический срез, проходит у него перед глазами, и в конце заканчивается, да, значит, его забирает парамедики с поля боя, и говорит, у вас контузия, мы сейчас в больницу Мариуполь, это в конце же, да, 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 в конце, а все, что внутри, это вот эти диалоги, это их приключения, да, и, то есть, мы всех встречаем, всех исторических персонажей, которые, вот, были достойны внимания Дмитрия Корчинского, это, значит, со времен княжества, там, Киевской Руси, потом у нас, значит, идет Мазепа, Нестор Махно, Петлюровцы, ну, немцы, оккупанты, так, и уже АТО, вот, и почему я говорю, что эта пьеса должна была лет 20 назад написана, потому что, в принципе, у нас-то нету, как бы, сказать, культурной доктрины, наступательной, да, в хорошем смысле, то есть, вот, у нас есть Ющенко, который был, там, дал, допустим, героя Украины Бандере, потом пришел Янукович, снял этого героя Бандеры, у нас в школе, я не знаю, как сейчас, но я не думаю, что есть однозначная, допустим, трактовка, биографии Мазепы. Вот, смотрите, я просто хочу предложить вам, все-таки, Олег, вы у меня в студии гость, и по-настоящему познакомились мы в метро по поводу этой книжки, но вы сказали, что будете ставить, а не я, я бы не рискнул, Ну, вот есть там такой, ну, монолог Сашко, да, вот это вот, можете это прочитать, просто там, она замечательная, такая концепция военной истории Украины какой-то, да, вот Сашко внизу, помните? Да, я сразу скажу, что у меня есть свой экземплярчик, субъективный интерес, это сыграть одну из трех главных ролей, и потом... А кого хотите, Сашко или... Всеволода. Всеволода, все-таки, я понял. Ну, такой более рыцарский, вот. Давайте Сашко прочтем там, потому что мы просто... Хоть откроем чуть-чуть, о чем пишет Дмитрий. Ну, я могу сказать, что слух, конечно, у Дмитрия безупречный, хороший украинский язык, и, конечно, она написана в белом стихе практически, вначале идет рифмувание, да, но когда уже идет диалог... А все это не рассказывайте, вот просто по содержанию, мы тут с вами по-русски говорим, хотя кое-что, конечно, и по-украински можем прочесть. Сашко, там нас суцільно вызвано было, есть и будет. Сначала Рюриковичи вызвали нас от оккупационной администрации Дира и Аскольда. Сгода монголы-татары вызвали нас от Рюриковичей. Десять лет за семьдесят литовцев вызвали нас от монголы-татарей. Потом Свидригайла вызвали нас от Ягайла. Ненадовго. Боягайла вызвали нас от Свидригайла. А потом нас, от них усіх вызвали Реч Посполита. От Речі Посполити нас вызвали козаки. От козаків – москалей. От москалей – Центральна Рада. От Центральної Ради – москалей. От москалей – німцы. От пронемецкого Геттмана – Петлюра. Потом Резнокоролеровые москалей, знову Петлюра вызвали нас один від одного, поки монохромные москалі не вызвали остаточно. Проте, згодом нас знову вызвали німцы. Від нових німців – знову москалі, які німцям здавалися новими монголами. Від нових монголів нас вызвали троє дедусів з Беловеської пущи. Від беловеського дедуся нас вызвали дніпропетровці. Від дніпропетровских – донецьких, які торгівельно воювали проти москалів в ім'я Європи. Проте, разом з москалями святкували вызвали нас москалями від Європи. Це настільки хитромудро, що ми сподівалися. Неужели Донецкие, наконец, вызвали нас навсегда? Проте мы таки вызвали себя от донецких. Тогда снова навалились москалей, чтобы вызвали нас от донецких, но вызвали кримских. Порошенко незабаром вызвали нас от добровольцев, а правый сектор погрожил вызвали нас от Порошенко, пока поляки ображаются, что мы вызвали от них волинь, хотя они вызвали от нас пидляща. Так будет и надалее, пока ховается еще много вызволителей. Вот тут дуже влучно, просто оно вызвало там... Хоча закладки не было, я свідом. Я тоже заинтересовался, потому что Дмитрий же с присущим у вас строумием показывает, что история освободительной борьбы украинцев, она все время перетекает в какие-то новые формы порабощения или репрессивные организации жизни этого нашего общества. Но сейчас, в данном случае, в государстве. И вот юмор я почему дал именно этот кусок, связанный там с тем, что нас освободили там украинцев от Крыма, как бы, да? Он, ну и так иначе перекликается еще и с вашей биографией. Вы же сказали мне, что были в Крыму. Во время референа. Когда как раз был референ, вы не просто там в Симферополе, а даже в Севастополе. Вот немного о себе тогда расскажите. Да, я был в очаге именно ватничества в Севастополе, там Махровый, там, конечно, совок. Ну вот так. Было и остается, наверное, было. Поподробнее, это все какие-то лозунги, а что там происходило? Конечно, я жалею о том, что не был на Майдане, но с одной стороны, а с другой стороны, я застал вот это вот все изнутри, да? Пытались там организовать Майдан. У нас эйфория здесь, в Киеве, да, вот эта революционная революция гидности, а там эйфория вот этих ватничества. Ну, а вот что еще такого вспоминать? Сейчас прошло достаточно много времени, и, конечно, вопрос вот Крыма, он даже там, не знаю, в интервью, я не дочитал там Трампа. Сейчас вот переговоры можно глянуть, как-то вопрос этот ему задают и всем, но всех нас это волнует. Вот тогда, как это начиналось? Вот что вы чувствовали по поводу этих событий в Севастополе особенно? Ну, конечно, это было все ясно с первых дней, к чему это идет, но... То есть, потому что Крым заберут, да? Или что ясно? Что можно его потерять, да. Но это в Севастополе было особенное время. Заберут, акубируют как-то, да, там? Я был буквально вот на первых митингах и на первую вот эта агитация, когда шла там газелька и говорила, сейчас придут бандеровцы, вас на ножи поставят. Это было вот, собирали людей на митинг, собрали. Но я думаю, что там была массовка, там же 18 тысяч Черноморского флота военнослужащих, их могли переедеть в Гражданское, в Казаковка, в кого угодно. То есть, такое было? 18 тысяч там было, конечно, даже 10 тысяч. Потом они отправили автобус на Симферополь. Вот когда было вот это вот терки около Верховной Рады Крыма, да, и где татарский сектор, ну я называю татарский сектор Меджлис, потому что это как дань уважения. Потому что, ну, они очень себя проявили достойно. И вот они тогда, и они тогда смогли захватить, они смогли оттеснить этих гоблинов, да, аксеновцев. И захватили, захватили они Верховный Совет. Ну, это же Симферополь же было уже. Да, 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 захватили. И три дня было безвластия. Ну, безвластия, в общем-то, с таким, как бы, нашим перевесом моральным, да, ну, украинским. И не все, может, помнят, а Чубаров еще сказал, Рафат Чубаров, вот как только Майдан победил в Киеве, да, он сказал, я даю 10 дней крымской власти, чтобы они демонтировали памятник Ленина в Симферополе. И вот не прошло 10 дней, когда уже зеленые человечки, потому что Чубаров, если бы он сказал, он бы выполнил, я в этом не сомневаюсь, чтобы взорвали этот памятник Ленина, как взорвали эту лэп на Крымском перешейке, да, во время блокады. Об этом мы тоже можем поговорить. Ну, сейчас подойдем, да. Вот, и потому что я все-таки блогер, я пишу достаточно часто. Да, я видел, да, выкладывайте и все, как бы следите за всем. Практически ежедневно. Ну, и дальше, что, по вашему воспоминанию, впечатлению, как это было? Да, то есть, во-первых, нам было на кого опереться. Ну, вот Гиркин недавно я видел в Ютубе, он уже открыто говорит, что украинская власть подчинялась Киеву. Ну, то есть, там, эти министры, милиция, военные, они почти, да, они саботировали где-то, там, кто-то на больничный уходил. Не охотно, не это вот, но никто, кроме Беркута, не бастовал. То есть, Беркут пошел, так сказать, в отказ. Ну, это, говорят, там была одна из ошибок, но это не важно. Вторая была ошибка, это известно Сенченко, который мог возглавить крымское правительство. И он, как он утверждает, именно заминка, заминка с тем, что вот Кличко там ставил палкой и колеса, он хотел себе дивиденды, значит, в шахматку расставить, как он говорит, да. Ну, это и есть, в свободе слова он выступал. А здесь тоже было. Ну, мне очень обидно за Сенченко, потому что это единственный вменяемый вообще, один из немногих вменяемых политиков вообще в Украине. И в Крыме он всегда достойно представлял интересы, ну, нашей украинской власти, да, потому что Крым все-таки он себя позиционировал, как они автономия. Вот он чисто украинец, настоящий украинец, украинской фамилии. И он пострадал, он потерял весь свой бизнес. Если бы его Яценюк не уговорил стать этим главой, он бы себе нормально там себя чувствовал, в принципе, да. А так как Коломойский назвал Путина шизофреником, он потерял сразу Приватбанк, потерял его. И был объявлен официально вполне карателем, пособником хунты бандеровской. И он потерял Приватбанк, съезд свою сеть бензоправок, точно так же Сенченко. А кто не потерял? Порошенко, у которого там есть фабрика Рошем в Севастополе. Вот, это много о чем говорит, да, да, да. Это много о чем говорит. Но вы оттуда уехали, да, все-таки, через какое время? Я уехал аж через полгода, когда у меня уже возможность была, у меня тут был, кстати, кредит Приватбанки, да, и я свою квартиру сдавал, и так получилось. Хотя, конечно, это очень было обидно, что... Ну, и с тех пор вы как-то следите за всеми этими событиями, как блогер уже, да? Вот, конечно, говоря об этой пьесе... Да, у меня есть 15 постов, вот недавно я сделал серию «Крымские хроники». Все, читать Олега, Олега читать, зайти и читать его блоги. Да, Олег Жумай на Фейсбуке, пожалуйста. Ну, я просто подумал, значит, когда вы рассказываете о пьесе, можно же сейчас с современными средствами, ну, не знаю, как это будет у вас, показать все время на экране какую-то хронику показывать, или там реставрация историческая, или какая-то хроника реальная. Чем ближе к нашему времени, тем... Да, режиссеры, актеры, ну, как бы с предупреждением, ну, наши вот знаковые, ну, достаточно известные. Допустим, я снимался тоже в различных проектах, общаюсь с режиссерами, актерами, и вот, как я говорю, имя Корчинский, у них как бы такая минута молчания. И вот режиссеры, которых я снимался, у меня, то есть, не надо там через Фейсбук, я напрямую звоню по телефону и говорю, так и так. Хотите пьесу? Да, ну, один был режиссером Интера, режиссер с Интера был, который Вичдок снимал, другой там в СТБ, следствие ведут экстрасенсы, которая сама была помощником режиссера сейчас, а была руководителем художественной студии, украиноязычной полностью, да. Они просто ничего, то есть, видимо, это связано с его политической позицией, вот, с блокированием Интера, да, и вот он уже, он же выступал на Ньюс-Ван, Корчинский. Нет, с блокированием Интера, насколько я помню, вроде бы, Дмитрий, так, Корчинский прямо в свое время не привязывал, что там, где-то выступал, что это он на себя берет какую-то ответственность за... Ну, ни в коем случае, но речь о другом, то, что это, кемерный протест, посттравматическое рассудивание. Ну, все-таки, извините, вот я перебью, вот, Корчинский всегда умудряется и во времена Януковича, и во времена Кучми вести себя так, что его выгоняют со всех эфиров. Была на ТЭТ какая-то прекрасная передача, когда он делал со школьниками политическую, там, ну, типа, политинформацию, да, конечно, с таким легким троллингом, очень остроумную. Потом, ну, вот, последнее, на Ньюс Ван, его было еженедельные вот эти вот трансляции, так, и после того, как он, ну, даже его оттуда выгнали, где его уже там, уже таких брыжущих желчью, там, и Рабинович, и этот самый... Ну, они как-то по-другому брыжут, хотя, другой желчью. Этот помощник Ющенко, который охраной занимался, губернатор Одессы, как, ну, неважно. И Крачинский когда сказал, что то, что сделано в отношении Интера, это все очень хорошо, но это еще не вечер. Вы ждите, гвоздь, и мы придем в номер. Олег, придет он сам, расскажет. Смотрите, идея в том, что я понимаю, что вы знакомы с ним не только на произведенческом уровне, как и я, а еще и лично. Поэтому интересно говорить о человеке, но его-то в студии нет, он не может ничего тут добавить, изразить. Поэтому лучше все-таки об искусстве. Давайте я все-таки поговорю о пьесе. И о том, что в посттравматическом Раб-Суде в вашей жизни тоже была, как-то, получается, травма в Крыму. Почему я так спрашиваю у вас, да? И после этого Крыма как-то жизнь сложилась вот так, что вы стали активным блогером, заняли такую активную позицию. И судя по последним вашим постам, да, вы как бы отслеживаете, как происходит сегодня блокада уже даже не Крыма, о которой мы помянули, да, вот ТАСС со взрывами ЛЭП вместо памяти Ленина, да? А блокада там, ну, неконтролируемых... Оргло. Да, так можно назвать. Да. Ну, конечно, я не советую. Что вы, ну, получается, что вы как бы освещаете это все, и что вы на этот счет думаете, интересно просто ваше мнение. Да, я поддерживаю инициативу штаба батальонов, ветеранов батальонов, которые возглавляют Семенченко. Он отправил уже, как он пишет в фейсбуке, отправил уже туда эшелон, ну, как бы один вагон. Все в камуфляже, то есть бывшие, бывшие добровольцы, все накормленные обуты размещены. Их там встретили, значит, полиция местная, они там пообщались мыло. Вот. И, ну, я, конечно, поддерживаю, я делаю регулярные перепосты, но я считаю, что это надо было, это запоздала акция, это надо было делать гораздо раньше. И я не понимаю, почему он, вот, конкретно Семен Семенченко и его Донбасс остановились в тот момент, когда они освободили своих, там, около 30 пленных, по их словам, когда они блокировали фуры Ахметова с этим гунковым боем. Это было, когда это было? Пару лет назад. Да, давненько, да, мы так просто перестали. Да, да, но это было очень эффективно. Но вот блокирование сейчас же, это реально, то, что происходит сейчас, да? Да, но как мне сказал, вот один из штаба, там, Дмитрий, мне позвонил, я анкету заполнял, он мне позвонил, ну, говорит, мы вас не можем пригласить, там, гражданских у нас практически нету. То есть вы хотели участие принять все-таки? Да, ну, вот он мне сказал, я ему задал вопросы, там, и по Крыму, они говорят, что к крымской блокаде, как бы, они тоже там свою руку приложили. И по поводу того, что, почему тогда они остановились. Ну, они тогда были военнообязаны, то есть у них был приказ покинуть этот блокпост, перейти на тот, то есть они как бы так маневрировали, да, ну, факт тот, что где они были, сразу контрабанда прекращалась. Вот, и я, собственно говоря, думаю, не только можно шантажировать и Москву, и, там, Донецк, и Луганск вот этой вот блокадой в отношении освобождения пленных, но вообще в отношении прекращения кровопролития. Вот, потому что вот был такой момент, я, кстати, хочу привести момент, как можно давить на Москву, когда захватили уже окончательно наши военные базы. Ну, прямо в терминах героев пьесы Корчинского. Смотрите, захватили Гайдука, нашего командующего флотом и еще какого-то там блогера, который, ну, постоянно в эфире Симферобольского, ну, отставил украинскую позицию. В общем, семь человек захватили на границе и Порубий тогда он был, Порубий у нас тогда был главой СНБУ, по-моему, да, главой СНБУ он был, когда Турчинов был главкомом, он был главой СНБУ. Он ультиматум выдвинул России о том, что если не будут освобождены в течение суток наши пленные, то мы с Россией вводим не то, что визовый режим, мы вообще закрываем границу. Помните, даже было тогда, когда мужчин не пускали? Не помню этого, но может быть что-то. Вот мужчин не пускали с 18 до 60 лет, хотя это были больше разговоры, но нет. Но это было аж три года назад, да? То есть не надо было, виза есть, нет визы, все, вот просто мужчин не пускаем, вот такое было, и, кстати, россиянские, соответственно, массовой информации, они... А сейчас это тоже, вы думаете, возможно, вот после этой блокады? Нет, я говорю о том, что, возможно, эффективно союзировать Россию, той же самой блокадой, той же самой закрытием российских банков, той же самой введением визового режима, вот, и там закрытие посольства, как угодно. То есть, Семен Семенченко, если, конечно, там не случится какой-то неприятности в виде того, что как-то Порошенко откупится от него, да, и, в общем, он поступится в принципе, хотя вот Семенченко, это один из немногих, вот, и комбатовый депутатов, вообще таких медильных лиц, которому я питаю полное уважение. Тоже было, у меня в студии здесь был, правда, не один, но с Евгением, да, впечатление такое сложное, то есть, как бы не раскрылся он до конца. Ну, может быть, он в камуфляже был, у нас, точнее, я не помню, в гражданской. Очень интересно, Олег, то есть, я понял, здесь важно, конечно, вот ваша позиция и гражданская, ну, я понял примерно, вы перечислили, какие есть у нас все-таки средства, как вы сказали, шантажа, да, ну, какое-то влияние, воздействие на ситуацию, которая сложилась между, там, Украиной, не только Россией, но и миром. Но, все же, возвращаясь к формату, как говорят, да, ужасное слово, даже телевидение в интернете, то есть какой-то формат, и вот программа Артспропозиция, она все-таки об искусстве, и я сегодня, да, просто говорил о том, что мы с вами познакомились по поводу пьесы «Посттравматическая рапсодия Корчицкого», но еще же у вас есть идеи, связанные с вот театральным клубом этим, и с какой-то культурной деятельностью независимых режиссеров, там, и авторов, и даже есть еще, как бы, пьеса, вот, ну, вашей сестры, да, или вы хотите о чем-то тут зачитать? Да, я уже говорил о том, что у меня есть корыстный интерес в постановке пьесов, в том, чтобы я сыграл одну из главных роль, потому что это был бы мой первый театральный опыт, потому что кино, это немножко не то, в кино ты исполнитель, в театре ты можешь себя проявить, ну, это мое собственное мнение. И потом же, да, если это будет успешный проект, затем пропагандировать пьесу моей сестры, которая, вот, называется «Вогнище», напоминает она, примерно, вот, мне лесовую песню «Мавка» Леси Украинки, вот, я, в принципе, мог бы пару строк прочитать, ну, буквально пару строк, да, чтобы просто, ну, вот, полюбоваться, вот, хорошим слугам. Они на это уважают. Можливо, потому что у нее важлива справа – мряты про девакуатого хлопца, званого товариства. Как она его любит? За что? За то, что он есть, за то, что она сама видела, как он родился, за то, что была свидетелем его счастливого дитинства. И теперь, когда у него тяжкий перехидный период, он так само его кахает. Ну, и так далее. И, знаете, я думаю, что властные у нас, ну, я по-русски буду, значит, увлекся. Я думаю, что у нас в политике есть тренд очень такой, да, раскрученный, что это мы очень хорошо все критикуем власть, но никогда не предлагают альтернативы. Ни Лешко, ни Рабинович, ни Тимошенко, хотя к Тимошенко я с большим уважением отношусь, и не… Вот Надежда Савченко только пробует там какие-то конституционные подвижки. Вот, и в связи с этим, вот, я хочу, так сказать, какой-то всегда созидательный момент, да, вот, ну, понятно же, вот у нас кино в плохом состоянии, да, там, дает Министерство культуры, там, 10 миллионов максимум на какой-то фильм, да, там, 2-3 фильма в год. Вот выделено в следующем году, там, слава богу, уже там, ну, 5 фильмов около. Ну, театр, ну, именно не тот театр бюджетный, там, академический, который уже, там, из года в год классику играет, ну, бюджет, да, что. То есть писатели, ну, скажем так, вот стартапы, да, вот какие-то театральные стартапы, там, стартапы в отношении каких-то, ну, там, писательских проектов. И, в общем-то, я думаю, что назрело время для создания фонда инноваций для развития общественно-политической жизни в Украине, который бы занимался промоушеном писателя, поэтом, режиссером, артистов, музыкантов, собирал средства для раскрутки патриотических киносценариев, проведения театральных, поэтических и суховических вечеров и арт-фестивалей. Почему я пришел к Дмитрию с этой идеей? Потому что у него позволяют ресурсы, позволяют его помещения, у него практически есть уже один зал, подкамерный театр, там же он успешно, довольно, сейчас у него выступают музыканты, Компаниченко и другие там патриотически настроенные артисты. И полный зал, полный зал, то есть, вполне рентабельное, да, это самое, ну, официально билеты, пожертвования, то есть, у нас же, как бы, так все, с анархическим уклоном. То есть, мы не протестуем, а мы мирный протестуем. Смотрите, Олег, просто это, может быть, более личное, ну, то есть, мы говорили о Корчинском, о его пьесе о посттравматической рапсоде, и я вам, конечно, желаю там успеха, ее поставьте, но потом вот идея поставить пьесу, ну, такую более лирическую, да, сестры, она вообще, ну, это как бы следующий шаг, может быть, это такое послезавтра даже, а не завтра, но это связано, ведь, не только, наверное, с тем, что, ну, это ваша сестра, а с тем, что какой-то, видимо, вы хотите, контраст, что был между тематикой военной и какой-то тематикой юношеских чувств? Ну, во-первых, это пьеса написана на хорошем украинском языке, она же про любовь, такая, я понял, да? Она очень поэтическая, очень поэтическая, нет, она не про любовь, она про... Просто я не знаю, я же не читал, я читал только про Чистку. Она такая романтичная пьеса, про мечты молодой девушки, да, вот, и я считаю, что, я считаю, что, в принципе, пьеса Корчинского, она могла бы быть успехами даже в странах диаспоры, могла бы гастролировать по миру, можно было бы снять прямо там его помещение, телевизионную версию, вот, и поставить спектакль собственными силами, то есть мне надо там один-два помощника, тоже актеров, две-три главных, массовку могла бы сыграть братство с удовольствием, они, кстати, они снимали мне, недавно демонстрировали свои музыкальные клипы, если такие, это еще было до Майдана, вот, и, в общем-то... Я вот уже подумал, спросим у Дмитрия, может быть, один из персонажей в этой пьесе сыграл бы и Кива, да, все-таки он мог... Безусловно, смотрите, вот есть такой Гришковец, я не знаю, правда, его политическое, там, какое-то предупреждение, я ничего такого себе, не слушал. Российский такой, известный, конечно, режиссер, актер, исполнитель. Да, значит, он уникальный, что он, три в одном, он режиссер, сценарист и актер своих же, значит, произведений. Он закончил филологический факультет, там, Новосибирского, по-моему, университета, и все. Остальное, значит, актерство, это уже его личное достижение, значит, и это были, да, ну, у нас он тоже, как я сел собаку, было в Украинке, его посуду, он выступает один на сцене, он буквально там переодевает рубашки, меняет, то есть, это вот весь его реквизит, там какие-то там слайды, какая-то музыка, ну, в общем, и все идет на ура. То есть, точно так же, вот, допустим, я вижу формат этой пьесы, вообще один актер, скажем, вы. Скажем, вы. Или, скажем, Кива, да, Всеволода играет, или Сашко, и остальные роли просто озвучены, скажем, мной, или вами, или Корчинским. И он, говорит, он читает главный текст, он может даже читать его по бумажке. То есть, Кива есть предложение по поводу от веса? Абсолютно. Отлично, все. Корчинский же хвалил его недавно, что Кива непревзойденный ценитель живописи, оказывается, у него безупречный художественный вкус. А, это он у Скрипина выступал недавно, да. Ну, то и он, да. Так вот, послушайте, так, буквально слайды, буквально слайды, буквально слайды один актер, остальные за кадром звучат уже просто как магнитофонная запись, читает текст так. Так, мы это снимаем на камеру, распространяем ее в ютубе, предлагаем каналам, и в принципе, потом уже по ходу, когда уже первые зрители были, мы уже добираем актерам, добираем реквизит, и начинаем потихонечку гастролировать по Украине. А потом уже второй шаг, ставим пьесу моей сестры в этой же студии, да. Потому что на самом деле, на самом деле, хоть я считаю Корчинского живым классиком, классиком, таким выцарым казаком, да, казаком-характерником, как Скрипин там уже его назвал. Характерником или характерником? Характерником, да. То все-таки по достижению его в театральной, ну, слайд, у нас нету просто сейчас театральных авторов, нету вот сейчас именно нынешних. И поэтому, конечно, театр украинский развивать, это задача такая, ну, была бы вообще она номер один в искусстве. Спасибо, на самом деле, очень интересно, я желаю вам успехов, именно вот на помощи в театральном, чтобы вы смогли осуществить свою мечту, задачу поставить посттравматическую рапсодию Дмитра Корчинского. С удовольствием. А мы у него спросим в студии уже, как вот, что он на счет думает, на счет предложения Киеве сыграть, может быть, главную роль. Да, да. Спасибо, надо, чтобы читали наши зрители уже и вас там в блогах, да, вот, Олег Жумай, прошу, любите, живы, такой есть у нас блогер в Киеве, да, в Украине. Мы с ним прощаемся и продолжаем трансляцию наук РЛФТ. Счастливая. Очень приятного вам.